Отвоевать у погоды каждый час такая задача стоит перед аграриями Чувашия. Этот и другие вопросы, актуальные для осени, глава Чувашия обсудил сегодня с правительством республики. Из-за дождей в Чувашии неубранными остаются около 2000 гектаров картофеля. Это меньше 20% от ожидаемого урожая. Впрочем, такие данные были озвучены с утра. К вечеру с учетом погоды осталось явно меньше. Аграрии используют каждую минуту. Также закладывается уборка кукурузы на силос и на зерно. Уже убрано свыше 4500 гектаров. Также идет процесс, если по заготовке кормов кукурузы закладываем, то на сегодняшний день уже у нас 23,7 центров кормовых единиц на одну условно-головую скота уже заготовлено. Руководитель Минсельхозы Чувашии рассказал об итогах 15-й всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая завершилась в Москве. Всего в ней приняли участие 50 субъектов России и 25 стран. Чувашию представляли 30 сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций. Качество представленной продукции рассматривалось постоянно действующими декорационными комиссиями, научно-исследовательскими, взрослевыми институтами. И отмечены медалями. Всего получено 31 медаль, в том числе 11 золотых. Это лучшие лично подсобные хозяйства. И 9 за производство высококачественной биологической продукции. И одно за наилучшее племенное хозяйство в птицеводстве. Также 7 серебряных, 13 бронзовых. И 2 благодарности за выпуск качественной продукции. На совещании обсудили вопрос о возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителям, субсидировании процентных ставок по кредитам. Учитывая, что фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств активно привлекают ресурсы на развитие АПК, Михаил Игнатьев попросил внимательно подойти к решению этой задачи. По сельхозяйственным организациям, там практически тоже надо профинансировать. Цена вопроса 25 миллиардов рублей. Владимир Владимирович, проводя совещание в Краснодаре, дал соответствующее получение. Поэтому сразу они не закроют, наверное, в этом году. Переходящий он будет оставаться. Но и с учетом наших расчетов по факту оформления с коммерческими банками все надо выверить, для того, чтобы ошибок здесь не было. Еще одна осенняя проблема – с наступлением холодов увеличивается количество пожаров. Неисправные нагревательные приборы, неосторожное обращение с огнем приводят к гибели людей. По состоянию на 10 октября 2013 года в республике зарегистрировано 786 пожаров. Это чуть поменьше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в то же время, если по России у нас произошло снижение пожаров за 9 месяцев, по сравнению с прошлым годом на 5,29%, при Волжском федеральном округе на 5,3%, но, к сожалению, за 9 месяцев мы допустили у себя в республике, наоборот, рост количества пожаров на 1%. К сожалению, в 70% случаев погибшие были в состоянии алкогольного опьянения. Вообще, львиная доля возгораний происходит по вине нетрезвых граждан. Сотрудники госкомитета сейчас обходят частные секторы, другие жилые дома из группы «Риска», чтобы еще раз напомнить хозяевам – «Будьте внимательны и осторожны». Что же касается имущества, то ущерб от огня с каждым годом становится все ощутимее. Между тем, застрахованными от пожаров оказались лишь 17% погорельцев. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.